МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомелюс, туда и працуя Александр Гамоля. Глядите у этого выпуска. Трысиастры. До дня перемоги монумент Трысиастры на меже Беларуси, России и Украины отримает новый выгляд. Головный клоп от пробиаспеку в Гомельской области возмущается контроль за эксплуатацией газового обсталявания. Самолет, коля ВНУ, уникальный проект реализуют в университете имя Сухого. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Другие европейские гульни – наиважнейшее громадское политическое мероприемство в истории краины. Тому спортивный форум повинен пройти на высоком узровне. Перед сборной Беларуси стоит задача выступить не горш, чем у Баку. Это подкреслил Александр Лукашенко. Сегодня на посаджении выконками национального олимпийского комитета Беларуси. Объекты телекоммуникации, дорожная сетка, транспорт, студентская везка – повинны отповедать самым высоким стандартам. При этом каждый рубль, укладен в проведении европейских гульнов, треба выкористать рационально. До старта мультиспортивного форума состоится 67 днем. И задача не только провести игры на самом высоком уровне. Мы должны в очередной раз показать, что на нашей земле созданы комфортные и, что немаловажно, безопасные условия для жизни и самореализации белорусского человека. Для подготовки игр создан оргкомитет. Во главе с премьер-министром выделяются необходимые финансовые средства. Спортивные объекты, телекоммуникации, дорожная сеть, пассажирский транспорт, студенческая деревня – все должно соответствовать самым высоким стандартам. Была поставлена задача жестко контролировать расходы, обеспечить рациональное использование всего закупленного оборудования, автопарка, построенных объектов после завершения и как эти выполняются требования, есть ли соответствующие планы. Далее, к какому спортивному результату мы стремимся? Медальные планы на игры публично не озвучивались. Тем не менее, задача стоит конкретно – не меньше, чем в боку. Мы соревнуемся дома, на своих аренах, при родной публике. Поддержка всего белорусского народа, естественно, будет обеспечена. Поэтому у нас нет права выступать на этих играх плохо. Хотелось бы, чтобы это требование было доведено до спортсменов и тренеров. Настраивайте их на борьбу и нацеливайте на победы. И мы это можем. И последний чемпионат Европы по тяжелой атлетике показал, что мы не просто можем, а мы можем на равных сражаться с ведущими державами нашей планеты. Спорт сегодня – это не просто какое-то увеселительное зрелище. Это битва. Это, если хотите, война, только не горячая. Это высочайшая идеология, которая поднимает дух народа в любом государстве. С докладом об подрихтовке до европейских гульня выступил Сергей Румас. Премьер подкреслив, до 15 мая все объекты будут готовы до проведения мультиспортивного форума. Уже в эти выходные в Минску пройдет этап Кубка света по скачках на батуте. Турнир станет тестовым. Нагадаем, другие европейские гульни пройдут с 21 по 30 червня в Минску. Выступят 4 тысячи атлетов в 15 видах спорта. Протягиваем выпуск до дня перемоги. Монумент 33 на мяжи Беларуси, России и Украины отримает новый выгляд. Ход работ по реконструкции памятного знака сегодня мерковывали подчас выездной нарады. У ее промалоудел керавництва Гомельского облвыконкама, службов и ведомств, которые имеют в отношении к реконструкции объекта. До решения провести ремонт монумента и доброапорадкования прилеглой территории дал президент Беларуси Александр Лукашенко. Финансование проекта ожитивляется за властного бюджету. Плануется, что на эти меты будет накеровано около 2 миллионов рублей. Сгодно концепции, при рестаурации будет максимально захованный першопочатковый выгляд монумента. А на тротуарных плитах появятся орнаменты трех славянских народов. Эскиз расспросованы специалистами института Гомель-громодян проект. Архитектор творчески подошел к этому вопросу. Были рассмотрены в институте на совете несколько вариантов. И, в принципе, мы все славянские народы. Мотивы у нас похожи, орнаменты. Выбран этот вариант и, в принципе, всеми согласованы. Ремонт монумента доручили предприемству «Добружский коммунальник», который до этого времени занимался обслугованием этой территории. В последние годы, когда мы приезжали обслуживать монументом, собирать мусор, косить траву, испытывали чувство горечи, смотря на то, как монумент постепенно разрушается. И очень рады, что принято решение произвести его ремонт и приведение в надлежащее состояние. Монумент «Дружбы», вядомый в народе, як «Три сестры», был побудованный в 1975-м, як символ одинства белорусов, русских и украинцев. Символично, что он размещанный на мяжи трех держав. Что год до его подножия на фестиваль «Славянское одинство» съезжалися тысячи людей, а лет так было до 2014 года. Зараз явилось спадевание, что вслед за реконструкцией монумента отбудется и отражение знакомитого фестивалю. У Коминской области узмассняется контроль за эксплуатацией газового обсталявания. Эта работа проводится в рамках республиканского комплексного плана мероприемства. Головная задача – створить умовы для проживания насельництва региона больше безопасными. Правда, сами же хоры до приходу представников жилево-коммунальной газовой господарки, часом ставятся невельми становчиво. Наши корреспонденты разбирались о ситуации. Узмасснение мер выкликано повеличением колькости выпадков отрушивания. Так, в вынику подобной трагедии в Борисове загинули одразу пять человек. Причиной стала неправильная эксплуатация газового обсталявания и несправность дымовых каналов. Причем, эта проблема сегодня актуальна для всех городов. Особливо значная, и ее можно лишить там, где опроша газовых плит. Есть еще и другие мощные газовые приборы. В Гомеле водонагревание, водонагревания эксплуатуются омаль в 8 тысячах квартир. При этом больше, как в 1600 квартир, такое обсталявание установлено в ванных покоях, что особливо небеспечно. Сгодно с дейвчими правилами, дымовые вентиляционные каналы в таких домах должны проверяться работниками домоуправлений раз на квартал. Но на практике этот график часто не вытремливается. Жихары просто не отчиняют специалистам двери. при каких-то ремонтных работах на кровлях и так далее. Поэтому определяется. И потом уже эти места определяются визуально. И рассматривается вопрос о ремонте и прочистке этого вентиляционного канала или же устранении какого-то засора. Дарайше, актуальность проблемы усмасниласья пасля таго, як люди пачали замену дравляных ваконных рам на сушасные пластиковые. Старые забеспечивали так званую примусовую вентиляцию. Новые – не. Еще одна проблема – правильность эксплуатации непосредно газового обсталявания. Люди гребуют элементарными правилами безопасности. Справа доходить до того, что в некоторых квартирах угарный газ примусово подается не в вентиляционный канал, а в жилое помешкание. Особливо часто такая ситуация возникает, коли побач с тим же водонагревальником за открытой камерой сгорания устанавливается мощная газовая вытяжка. Что происходит? Происходит такая история, как обракидывание тяги. То есть работает проточный водонагреватель, включается вытяжка, что-то там барят, парят на газовых плитах, и угарный газ, который должен выходить под естественной тягой в атмосферу через систему дымоудаления, он идет в квартиру. И в результате получается, что люди могут отравиться угарным газом. Сгодно с дейвчими нормативами, коли специалисты не могут страпить хотя бы у одну квартиру, и они мают право отключить от газа с беспечения у весь подъезд. У приватным сектор проблем вырешается больше просто. Отключается только один конкретный дом, где выявлены порушения. Уреште, размова идёт об беспеции людей. Даже если жилое помешкание не эксплуатуется протяглый час, газовики рают официально отключить обсталявание. Еще одна порада устанавливать газовые и дымовые сигнализаторы. Чтобы обеспечить, обезопасить наших граждан в процессе эксплуатации, в настоящее время в продаже имеются сигнализаторы загазованности как и природного газа, так и сигнализаторы загазованности угарного газа, которые при определенной концентрации в воздухе помещения просигнализируют о имеющей место быть опасности. Отступать от потребований у нормативов ни коммунальники, ни газовики на меру не мают. Вельми верогодно, что им необходимо проводить больше активную тумачальную работу и больше часто состракаться с насильством. Однако видовошно и то, что их настойливость начинает давать станучий выник. Правда, у района Гомеля ситуация, поколь одрознивается, достаточно значна. Каля в Советском районе акты пригодности отримали больших на 99% дымовых и вентиляционных каналов, то у Центральным – на 51%, а у Новобелецким – в Уголе – 44%. Чтобы исключить нанесение ущерба здоровью жизни наших граждан, газоснабжающая организация вынуждена прибегать к непопулярным мерам. То есть в случае отсутствия доступа, в случае несвоевременной проверки дымовых и вентиляционных каналов, газоснабжающая организация и невозможности отключить данное газоиспользующее оборудование, газоснабжающая организация прибегает к отключению подъездов и даже в целом жилых домов. Олег Шенсюров, Ольга Коновалова, Юген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Бомбардировщик Су-24, тяк его еще называли «летающий чемодан с бомбами», зойме гоноровое место на плясовце перед Головным корпусом Гомельского Державного Технического Университета и Мясухого. Назавтра запланованы один из самых складанных этапов работы – установка самолета на постамент. Сместо падей Марина Джалая. Майор с 61-й Барановицкой авиабазы удельничает в установке такой техники в Беларуси в 30-й раз. У Гомеля – в першиню. Кажет, что самым складанным была установка плоскости у Экиля, але самым працаемким будет подъем Су-24 на постамент. Зарабить это плануют завтра, для чего заденечают два сорокатонные краны, а сам самолет вважить амаль 13 тонн. Недавно были на родине Сухого, в городе Глубокая. Там установили два памятника Су-27 и Су-24. Су-24 у Гомель доставили с Барановицкого 558-го авиарамонтного завода. Шматонную машину привезли с места заховывания в разобранном выгляде. Крылы до корпуса самолета промоцевали уже на Речицком проспекте. Тактичный фронтовый бомбардировщик для своего часа был передовым. Он призначался для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и складанных метаумовах. Например, на малых вышинях с поражением надземных и надводных целей. Максимальная худкость Су-24 досягает 1700 км за годину. Вышение полета превышает 10 км. У сего урозной модификации было выработано больше за 1400 таких машин. В Беларуси самолет сняли за узброение 7 лет тому. В свете он еще протягивает летать и выполнять боевые задачи. Знаковое событие, оно хорошее событие, потому что наш университет является единственным университетом в мире, который носит имя гениального конструктора Павла Ильича Сухова. И поэтому для нас это чрезвычайно важно, чтобы эта память или это название существовало еще вот таком материальном. Боевая машина станет одним из элементов памятного знака, который открыт до дня перемоги перед уголовным корпусом технического университета имя конструктора Павла Сухого. Аллею стилизуют под взлетную полосу аэродрома. Марина Джала, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». Экологичное выхование на практице в регионе проходит республиканская акция «Чистый водоем». Владится она 6-й год запор по инициативе Белорусского товариства поляновичных и рыболовов. До этой доброй справы долучаются шматлики организации, громадские объединения и просто необъяковые грамадяне. Свой углад от доброго парадкования берега Ракисош унесла и наша здымочная бригада. Час проведения акций обрана не выпадковая на умову, например, кавана до открытия сезона массовых отпочинок на природе. Берега Ракисош в районе санатория Василек – популярное место, а в чем, на жаль, свечит покинутая шматликами отпочивающими смерти. Темчасом, як захование чистым, место отпочинку прописано у законе. Каждый, кто пришел на реку отдохнуть, порыбачить, должен, прежде чем начать свой отдых, убрать территорию до себя. Сделать это элементарно просто, взяв пакет с собой полиэтиленовый, туда можно сложить вот эти отходы и туда же можно сложить отходы, которые остались после вас на отдыхе. Положить в багажник свои автомобили и дома мусорный контейнер. Желательно, что раздельно, вторичные материальные ресурсы рассортировать. И можно считать, что вы, скажем так, свой гражданский долг прописанной Конституцией выполнили. Варто памятать, что за покидание отходу на берегах водоему продугледжена администрационная отказность. Недобросумленных граждан могут покарать сурьезными штрафами. Гэта штыржится и водителям, которые припарковывают свои автомобили ближе за 30 метров от береговой линии. В качестве пожелания всем отдыхающим и нашим гражданам, наверное, перейдите природу элементарно, соблюдайте чистоту на водоемах и оставьте такой порядок, чтобы нашим детям была чистота и порядок, а не грязь и мусор. Перефразуючи одну знакомитую книжную цитату, подведем выник. Не соромно пробирать сметти, соромно жить у им. Акция «Чистый водоем» протягнется до 19-го красавика. Каб долучиться до ее, треба звернуться у районную организационную структуру Белорусского товариства полевничих и рыболовов. Можно и самостоянно приехать в любимое место отпочинку и прибрать сметти с участку береговой линии. Евгения Кухаронак, Игорь Марыщенко, телерадио «Компания Гомель». Гэта и иншая новинка вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресі www.civergomel.by. На этом выпуск завершен. Дякую за увагу. До встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Гомеле начался процесс над Леонидом Штейном, бывшим начальником ТЭЦ Городейского сахарного комбината, у которого в прошлом году правоохранители изъяли целый арсенал огнестрельного и холодного оружия, а также боеприпасов. На скамье подсудимых вместе с экс-руководителем дилеры, с помощью которых обвиняемый приобрел свою нелегальную коллекцию. По материалам уголовного дела зарегистрированным было лишь одно ружье. Остальное – винтовки с оптическим прицелом, пистолеты, ружья, карабины, ручные гранаты, кортики, ножи и сабли, а также патроны и боеприпасы к оружию хранились у подсудимого незаконно. В сентябре прошлого года в агрогородке Красное под Гомелем Леонида Штейна остановил экипаж ГАИ. В салоне авто были найдены автомат Калашникова, два пистолета Макарова и ТТ, винтовка, четыре гранаты и патроны. Обыск в гараже экс-руководителя показал, что мужчина был большим поклонником оружия. Причем его часть бывший начальник ТЭЦ хранил на рабочем месте. Прокурор подробно остановился на каждой боевой единице. Это и пулемет, и пять автоматов, стволы к нарезному оружию, десять пистолетов, взрывчатка, боеприпасы и многое другое. Дело насчитывает около 30 томов. Ответ на вопрос, зачем начальнику ТЭЦ городейского сахарного комбината понадобилось столько оружия, и предстоит выяснить в ходе судебного процесса. Сегодня состоялось первое слушание по этому делу. Сотрудники Гомельского наркоконтроля задержали группу несовершеннолетних наркодилеров. Всего шесть человек. Двум по 16, трем задержанным по 17 лет и одному из них 20. Парни работали на интернет-магазин по продаже психотропов. И, как оказалось, список их криминальных дел состоял не только из занятия наркобизнесом. Несовершеннолетние наркозбытчики, учащиеся лицеев и колледжей Гомеля, причем четверо из них, систематически употребляли наркотики. Один из подозреваемых хранил психотроп у себя дома. При обыске оперативники нашли электронные весы, респираторы, 28 свертков с альфа-ПВП, упаковку для фасовки наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители работают над установлением всей цепочки наркозбыта. К слову, задержанные ранее уже попадали с поля зрения милиции, когда только хотели наладить наркотрафик. Сейчас их взяли с поличным. За плечами молодых людей также угон автомобилей и хищение денег при помощи интернет-банкинга на смартфонах. В этом году изъято, только милиция изъято, больше 266 килограмм психотропов и наркотиков. Несмотря на то, что синтетические наркотики и психотропы, а альфа-ПВП это психотроп, занимают лишь 7% нашего рынка, они представляют особую опасность. Почему? Велик риск передозировок. Они пользуются определенной популярностью в силу низкой стоимости, простоты употребления любыми возможными способами. Третья смерть в результате травяного пожара. В деревне Стрешин Жлобинского района погиб пенсионер. Мужчина вырубал кустарник на склоне оврага около реки Днепр и по одной из версий по неосторожности упал в кучу тлеющего мусора. Тело пенсионера было найдено 13 апреля. Спасатели прибыли на место происшествия, чтобы потушить травяной пожар в овраге и обнаружили труп мужчины. Напомним, в Гомельской области это уже третий случай гибели в результате сжигания мусора и травы. Первый произошел в Иреческом и вот уже два зарегистрированы в Жлобинском районе. Точная причина смерти мужчины и обстоятельства произошедшего будет установлена в ходе проведения проверки Жлобинским районным отделом Следственного комитета. И это вся информация на сегодня. Оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Бронзовый дубль в дебютном сезоне. Гомельская энергия заняла третье место в чемпионате Беларуси по волейболу. Команда Дмитрия Лихорада и в третьем матче серии за бронзу была сильнее витебского марка ВГТУ. В гостях победа энергетикам далась куда легче, чем на домашнем паркете недели и ранее, когда все решалось на тайбреке. На этот раз ограничились тремя партиями. По итогам регулярной части чемпионата энергия также стала третьей. Стоит отметить, что дебютный сезон для гомельской дружины получился очень удачным. Напомню, что команда заняла третье место и в розыгрыше Кубка Беларуси. Чемпионом страны в нынешнем сезоне стал солигорский шахтер, обыгравший в финальной серии столичный строитель 3-1. Сыграны поединки третьего тура Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу. Славия встречалась с могилевской командой Дняпро. Мазыряне одолели гостей со счетом 2-1. Гомель на домашней арене в сухую обыграл энергетик БГУ 3-0. Первым в протокол свое имя вписал Терентий Луцевич. На девятой минуте он забил гол после навеса с углового. Затем полузащитник Антон Шрамченко поразил ворота гостей на 36-й минуте. На перерыв команда ушли со счетом 2-0 в пользу гомельчан. На 70-й минуте отличился украинский полузащитник зелено-белых Виталий Квашук. Он забил третий мяч в этой встрече. Напомню, что на старте сезона гомель забил уже 11 мячей и лидирует в высшей лиге по данному показателю. Ребята горели желанием порадовать своих болельщиков, продемонстрировать хорошую результативную игру. Рады, что получилось. Нам достался такой достаточно неуступчивый соперник, который всю игру в принципе старался нас кусать. Заслуженно победили. После 6-0 нам нужно было тоже не ударить в грязь, скажем так. Перед своими болельщиками загродно, скажем, отплатить им той монеты, которую они нам отплачивают. Своим посещением, своей поддержкой. Мы эмоционально и физически выложились, наверное, со Слуцком. Знаете, обилие голов, эмоции, все это растратили, скажем, немного. И на матч, наверное, вышли очень сконцентрированные. В начале матча, скажем, отдали все силы, чтобы чувствовать себя комфортно. Поэтому, я думаю, мы и в концовке немножко подсели. В четвертом туре «Мозырская славя» примет Баты, а в гости к Гомелю приедет солигорский шахтер. Матчи пройдут 20 и 21 апреля соответственно. В эти выходные стартовала Первая лига чемпионата Беларуси по футболу. Речицкий спутник в гостях обыграл Сморгонь 1-0. Единственный гол в этой встрече забил полузащитник Владимир Потороча. На 72-й минуте он реализовал пенальти. Светлогорский химик и Слоним-2017 разошлись миром 0-0. Локомотив на домашней арене принимал Микошевический гранит. Гомельчане минимально обыграли гостей. На перерыв команды ушли с нулями на табло. Но в начале второго тайма железнодорожники забили победный мяч. На 49-й минуте своими в протокол внес полузащитник Андрей Соловей. Отмечу, что матчи второго тура Первой лиги чемпионата Беларуси пройдут 20 апреля. Химик отправится в гости к команде Смолевичем. На локомотив поедет к Пинской волне. Речицкий спутник пропускает этот тур. И вновь жара над Сожем. Центральный поединок 26-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу состоялся в Гомере. МБЧ принимала Литсельмаш. Представители первой пятерки не разочаровали зрителей на трибунах спорткомплекса «Локомотив». Ничья 4-4. ВРЗ на домашнем паркете праздновал дежурную победу над Брестом 6-1. А Светлогорский ЦКК уступил Борисову 900 на его поле 1-8. Вагоностроители продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу чемпионата. МБЧ на пятом месте. ЦКК на 10-й позиции от зоны плей-офф Светлогорскую дружину отделяет 4 балла. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Субтитры подогнал «Симон»